И сигнатурные герои у вас в руках. Теперь осталось только их реализовать. Вторая карта матча Fnatic против Alliance. Начинается прямо сейчас, ну и мы возвращаем. Слово нашим комментаторам, Вилату и NS. Спасибо огромное, Ваня. Возвращаемся мы в прямой эфир. И огромный привет нашему чатику передают наши зрители, которые нас за спинами. Ну а мы продолжаем смотреть с вами матч на вылет Alliance против Fnatic. Очень интересная игра. Только что удалось мне за кулисами, скажем так, в метре от команды Alliance постоять, послушать их обсуждение. Обсуждение было в большинстве своем на шведском языке. Но учитывая, что там рядом была еще и Келли, которая шведский язык знает, но недосконально пока, то кричалка у них общая информация была на английском языке. Настроение не гробовое. То есть настроение такое, довольно уверенное, такое, довольно хайповое. И ребята прям вот такие, давай, давай, мы знаем, мы можем, мы можем. Мы тренировались, мы умеем, мы набрали своих лучших героев. Давайте играть в доту. Ну, давайте посмотрим, как они сыграют в доту на второй карте сегодняшнего матча. Ну что ж, представляем команды. Как всегда на Бэтрайдере в этой игре будет у нас летать 23-летний Охайо, 25-летний. Я уже начинаю запоминать, сколько хамулет Муша сыграет на коривойде. 343-й будет играть у нас на Вич-докторе в этой игре. Кстати, один из его сигнатурных героев Диджей сыграет на четвертой позиции Патме. Диджей, который, по-моему, мне не стал MVP прошлого матча. Ну и Мидван будет играть на Тимбере. Охайо, Охайо, проблему Охайо пытается его убить. Охайо залетает слишком далеко. И это первая кровь для команды Альянс. Отдали еще ИСФО, это First Blood, чтобы у него вообще все идеально было на миде. Сейчас отдадут еще руну. И он супер-пупер богач. Будут ли нам представлять так же красиво всех остальных? Или все, это уже так не работает? Не, ну там представление может быть еще второй команды. Но суть в том, что, как бы, может быть, сейчас не надо. Потому что еще можно пару фрагов, как бы, там где-то случайно не досчитаться. Кто его знает? Ладно, представим просто Альянс по-другому. ИСФО у нас играет на паке. И Ака играет на Enchantress. Лода, конечно же, на Lifestiller и EGM на Рубике. И Адмирал Бульдог на Фурионе. И, как сказали наши аналитики, в принципе, действительно, Альянсы набрали всех своих сигнатурок. Это же 2013 год. Соответственно, Лода на Lifestiller, ИСФО на паке. Бульдог на Фурионе, Рубика от EGM и, соответственно, Enchantress или Чен от Аки. Замечательный пик в те времена. Но многое изменилось. И сейчас, конечно, таким пиком играть уже намного тяжелее. Как минимум потому, что упор на кэри Lifestiller, единственного реального кэри, это опасно очень. Врагов вводит. Ловить Фуриона уже научились. Это, опять же, не 2013 год. Его здесь могут неплохо выцеплять по карте. Бэтрайдеры всякие. Ну и, в принципе, люди научились против Сплита играть. То есть, в общем, пик-то, конечно, сигнатурный. Но как бы боком не вышло это все дело. Но все по игре. Но пока не проигрывал на паке СПО на этом турнире. И, если я не ошибаюсь, на Lifestiller тоже не проигрывали Альянсы на этом турнире. Так что, в принципе, действительно они понабирали вот сейчас, по крайней мере, для СПО, для Лоды героев суперсигнатурных. Ну и Бульдог. Что может быть сигнатурнее? Медведь, возможно. Возможно, Медведь. Был Медведь, кстати, на этом турнире уже от Бульдога. Вчера мы его наблюдали. Если вы помните, в не самом супер успешном матче против команды Яхоума. Но там дело больше не в Бульдоге, дело больше в команде Яхоум, которая играет как будто она вообще из какого-то другого измерения на этом турнире. Да, Яхоум вчера были очень сильны. Но сегодня они еще будут играть у нас, между прочим. Вот конец дня. Да, последняя-последняя игра. Поздно-поздно ночью, это будет по вашему времени, если вы нас смотрите из Европы, то есть из европейского часового пояса. Но очень рекомендую сегодня смотреть до конца. Тут будет весь атака, атака на Охайо. Охайо огромные проблемы. Будут еще станы. Просто шикарно микрит Аки. Тут еще, еще, а станчики еще. А еще станчики, а вот, а еще. Ой-ой-ой, Аки. Аплодисменты большие. У меня это вот олдскульный. А руки помнят, понимаешь? Да, да, все помнят Аки временал третьего Варкрафта. Голаза боятся, руки делают. Вот так вот Аки играет. Не, молодец, молодец. Слушай, Аки сейчас сцепанул еще одного крипа, но вот идет куда-то не совсем туда, где можно людей убивать. Он идет, возможно, на... Ну да, к своему смоку, скорее всего, хочет завязать смок. Ботиночек. Мид или низ, посмотрим. Ну, Тимбера поймать будет сложно, хотя... Нет, да, мид, наверное... Хотя стоит, стоит, стоит Тимбера напрягать, не надо давать ему расслабляться, как бы выходить на другие линии смысла особо нету, потому что на низ бежать слишком далеко, а сложной просто никого нету. Поэтому или пойти попытаться поймать кого-то где-то рандомно в лесу, либо выходить в мид. Ну, пока Аки играет очень осторожно, сейчас закончатся маленькие големы. А у него есть вардик здесь хороший очень на эндшек, поэтому он видит. Будет второй листан еще? Сайлент, второй стан залетает. Хватит ли... Нет, не хватает рейнджа для Клэпа. А вот еще один станчик, а еще один станчик, нет, не достает маленький. Ну, нет, ну там невозможно убить Тимбера, это плюс 11 армора, плюс 12, очень-очень много брони. Чего? Четыре стана, Клэп и Сайлент, может, как-то бы и запинали? Ну, нет, 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 так не работает, хотя вот еще одна попытка, ну, напрягают просто очень неплохо. Здесь Мидвана и... Оп, оп, блестяще. Но этот Бульдог подлетел, кстати, начинает сразу он рофлить, что называется, включает таун. Вот, вот, понимаешь, так, стрелаты. Ой, как, Эспора вернулся, сейчас от стрелы подстопился, но проблемы у Бульдога, Бульдог проседает, Аки сделал даблкил, Аки продолжает, Аки будет еще по Ахая стрелять, 4 стака на нем надо уходить отсюда. Ну, и Бульдог уйдет, и Аки уйдет, все уйдут, халява. Знаешь, вот человек Бульдог, вот что творит, а? Делает враг, первый раз залетает, и вот эти таунты юзать, но он может себе позволить только это на этом герое. Это же Бульдожка. Ну, хотя нет, не только на этом. Он на Тейтхантере всегда вот это на спине плавает, на Олимпиаду попал, называется. Великий пловец. Любит, любит это дело Бульдожка. Вот мне интересно, действительно, бьет ли это по Неровам некоторым игрокам? Не думаю, я думаю, что это бьет по собственной твоей концентрации. Напомни мне хоть одного игрока, который побеждает на Интернешнале, и конкретно во время этой победы он юзайтаунт, и там плавает на Тейтхантере. Ну, такого нет, но я знаю одного игрока, который очень любит юзайтаунт, и выиграл два мажора в этом сезоне. Да? Да, про Мунминдера, Мунминдер постоянно вязает. Мунминдер наигрался на этом турнире зато. Ну, да, в этом турнире, да, он уже наигрался, а виноваты таунты. Возможно, возможно. Кто его знает. Самое главное, убили Мидуана Альянс, и это очень важный фраг был. Это и добавит уверенности в том, что они его могут убивать, и это, что самое главное, добавит Левелайс Порт. Муша, прилетает на сложную, и давай воевай здесь. Меси логу просто, да. Вот Бульдог начинает передвигаться по карте. Бульдог начинает играть того самого Фуриона, которого он очень умеет, очень любит играть. Посмотрим, получится ли у него. Вообще он любит очень фармить на Фурионе, но, как бы, мета и веяние текущей обязывают двигаться. Уже нельзя просто на линии стоять 20 минут. Поэтому Бульдог, конечно, летает, помогает команде, делает все верно. Ну, сейчас отправился в лес, спокойно там он фармит, и проблем не знает. Да, у него все отлично. Есть ПЗ, то есть, в принципе, дэмэджа уже хватает. Куда бы, где бы не шла атака, он будет вылетать. Так что сейчас многое зависит от атаки. Снизу экшен. Вот он Аки нападает на Диджея. Бульдог уже здесь. Диджея, как больно там Бульдог делает. Надо гнаться дальше, потому что есть у него ПЗ. И Диджей моментальная реакция проедает себе дырочкой. Проблемы огромные теперь у Бульдога, потому что кассочки прыгают. Кассочки закончились. Бульдог, два стака на нем, а лидинг первого. Нет, все-таки уходит. Он не стали лететь за ним до конца. А сейчас ребята из Кнати. Испугался Диджей, точнее, Огайо. Не знаю, чего. В принципе, мог бы он пожечь там Бульдога. У него достаточно неплохой уровень у Огайо. Плюс у него большой МС за счет Виндлейса. Ну, дело его. Видимо, подумал, что никак не убьет. Боялся рисковать. Опять же, боязнь, о которой наши аналитики много говорят. В принципе, это так и есть. Боязнь, она, конечно, портит все. Побеждают те, кто не боится. Вспомним Na'Vi в лучшие годы. Они не боялись ничего вообще. Потому и побеждали, в общем-то. Что играть нужно как в пабе. Да, так как ты привык играть. Именно так. Как только ты начинаешь давать заднюю, давать слабину, бояться, а вдруг сейчас умру, а вдруг сейчас еще что, а вдруг враг за углом, то, естественно, ты проиграешь. Потому что враг, на самом деле, не может быть за всеми углами одновременно и убить тебя везде. Это такого не бывает совершенно. Не, иногда бывает, конечно, но это тебе совсем вот прям не везет. Ну, это такое бывает, когда под тебя играют какие-то парни, которые просто... Видят цели, не видят препятствия. На кураже, на кураже. Так, ну что, а у нас, тем временем, 4-0 счет. Муж же будет пытаться ли сейчас что-то сделать с EGM-ом из Слода, и он, понятно, делает демиджи у него в Абсолянова не хватит. А что он тут делает вообще? Ну, я не знаю, он там ест лес, тусуется что-то. Экспу личит у парней, почему бы нет. Видимо, есть какой-то план, да, диджею то ли шестой уровень отфармить, то ли просто какие-то итемы. Потому что, ну, Войт вроде что-то пофармил, пофармил. Теперь он уже не фармит особо тут все плохо у него. Ну, я так понял, они прям по ходу игры решили, что все-таки мейнкерри должна быть Мирана, а не Войт. Ну, что больше пользы будет. Пожрать. Хотя очень даже вряд ли будет больше пользы. Но, с другой стороны, мы видим, что диджеи вторую игру подряд дают ему огромное количество пространства и дают возможность ему зарабатывать деньги. И, кстати, Патмай — это тот герой, который вот с четвертой позиции будет нереально полезть в миде. Ворвались. Ой, не зацепился. Мидван за дерево. Как же неприятно сейчас. Мидван пытается уйти с Чакрама, но ничего у него не получится. Ну, это очень неприятный получился момент. Он бросил Тимберчейн, но не было там дерева и в итоге не долетел. Не вырос у него еще Тимберчейн достаточно для того, чтобы улетать очень далеко. Но вот в итоге вторая смерть уже у Мидвана в миде. 5-0 Альянс. Ну, Альянс, да, Альянс прямо играет хорошо. Мушу можно ставить купол. Что-то не хочет ставить купол. Видимо, и не хотел. Значит, бы, конечно, поставил. Хотя, вот, ИСФО, наверное, бить можно было. Ну, может быть, да. Там, кассочку еще добавить какую-то под Маледик. Маледик второго уровня, да. Вот не захотел Муша пока. Да, 5-0. Ну, в принципе, мы прекрасно знаем, что все вот эти вот фраги до 10-й минуты, они особо огромного значения не имеют. Преимущества по деньгам они огромного не дают. То есть, вот, если какие-то вышки еще забирать за этими фрагами, тогда может быть. А так, мы видим, что, несмотря на то, что 5 фрагов сделали Альянс не одного Фнатика, преимущество там всего полторы тысячи голды. И это мало. Это очень мало. Удивительно, что Муша очень много двигается по карте, то тут, то там. Но все равно у него топ-1 по крипстатам именно, и он прям идет в отрыве от всех. Да, вот как-то вот считается, что где бы он ни был, там есть крипы. Ну, может быть, они как будто бы за ним ходят, крипы, говорят, убей меня, убей, Муша, фарми меня. Муша-любитель крипов бить. Очень большой, по прошлой игре я прям прозрел. Таких любителей фармить крипов я до самого дня давно не видел, но обычно сейчас так уже не играют. То есть как-то все керри стараются всегда поучаствовать в жизни команды. Ну, впрочем, Муша в этой игре участвует. Он уже что-то летает по карте, постоянно где-то напрягает, показывается. Сейчас имеет шанс поставить очень неплохой купол слева. Другой вопрос, что будет ли что закировать в этот купол, то есть. Ну, по крайней мере, Чакрам будет. Это первое, что надо. Нету пока Дезворда. Вот пошел Shadow Take As и поехали в Moonlight Shadows. Будут пытаться сейчас зайти. Альянсы не в курсе. Альянсы не видели этого. Поэтому сейчас их могут подловить. А вот Бульдог дает инфу, что тут инвиз. Бульдога пытается убить. Навременно на другой части карты происходит вторая драка. Бульдога здесь, скорее всего, добьют. Да, Бульдог догорает, он погибает. И параллельно на топе купол на лоду поставлен. Муша подняли. На одного лоду поставил. Лоду не успеет добить купол. В ответчику есть ЕГЭМа. Хороший купол ЕГЭМа на ТПшечке. ЕГЭМа просто царь. Ну, слушай, Espor под дилейшеном. Внутри сидит Лода. Стрела вылезает. Диджей будет ловить сейчас Лоду. Лоде надо уходить. Лоду надо уходить. Потому что Диджей сейчас будет догонять. Он будет догонять. Да ладно! Лода! Лода! 19 хп у него. Он уходит все-таки отсюда. И импетус в спину Диджею. Драка выиграна альянсами здесь. Если не считать смерть Бульдога на другой части карты. Ну да. В принципе, так оно и было. Выиграли. Притом, получается, что 4 в 5. Но Фнатики были без некоторых скиллов. И отличная игра от ЭГЭМа, который просто остановил двух героев сразу. И убил Вичдоктора вообще в соло, без помощи. Классный сворованный купол. Но Рубик всегда будет воровать купол у Войда. Потому что Войду практически больше нечего кастануть. Ну, Дилейшн давать куполе, после того, как ты поставил, только потому, что ты боишься, что Рубик украдет. Это такая себе идея. Но это придется делать. Не, ну вообще, да, Дилейшн. Я что-то немножко подвыпл у меня из головы, что, конечно же, Дилейшн же есть у Войда. Да, может он его кастовать. Но муж вот в этот раз конкретно закосячил. И не дал Дилейшн. И у него крали. Вообще купола давать нельзя. Вот какая мораль. Слишком это сильный скилл. Да, ну то есть получается, что нужен блинк. Потому что обычно у нас врываются с таймвокой, ставят купол. А, соответственно, если ты врываешься с таймвокой, ставишь купол, то у тебя нет таймвока, чтобы еще раз его завязать. А, как бы надо из-за Дилейшн. И вот неприятно. Моши, Моши, Моши. Это полный бред. Опа, СФА. Поймал стрелу. Но, собственно, это все равно. Да, здесь муж не доиграл. Точнее, слишком жадно сыграл. Да, да, да. Если в прошлой игре он у нас играл супер жадно по отношению к крипам, и он вот в такие моменты не встревал в принципе, то здесь мы видим, он начинает уже играть как-то вот супер агрессивно по отношению к миру. И вот он был наказан только что очень серьезно за это. Видимо, есть действительно какая-то идея в том, что Моши будет выполнять даже не керри роль, а какую-то утилитию роль, потому что у него уже, в принципе, Владмир наполовину собран. А, видимо, керри в этой игре будет диджей, который будет фармить Аганим и так далее. Достаточно странное распределение денег и вообще все. Так, вот этот купол второй раз, и GM уже ставит в порядок купол. На хай-бар тыкает ЕГЭ, боже, ЕГЭ, мушка. Все видно, и GM отыгрывает просто на 100%. Ворованный купол. Так все правильно сделал. У него купол заканчивается сейчас, поэтому зачем тянуть? Эй, тоже, тоже таун пьюзает. Вот же показушник и GM сейчас там. Это альянсы, альянсы давят, давят морально они на команду Fnatic. Доказывает, что вот мы сильнее. Сейчас мы вас просто перебегаем по всей карте и забодаем. Ну, может быть. Заряженные эмоциями, как я уже сказал, они были очень серьезные. То есть там вот эти были даже не вижу цель, не вижу препятствий, а прям вот такие вот похлопывания друг друга с криками. Ребята, ну давайте, альянс, сильнее. Не, ну после прошлой игры, где они в микро на самом деле переигрывали всех, кроме диджея. Диджей один в пятерых там боролся по микро, прятал там, фростапил. И самое главное, что за диджея не проголосовали, как за MVP прошлой карты зрителей в Dota TV. Я в шоке. Зрители проголосовали за Мидвана, который, в принципе, играл на Шторме, но играл, как играл. Он, между прочим, там не идеально делал. Да, но проголосовали за него почему-то, что MVP прошлой карты именно он. Зрители, вы не правы, если вы смотрите наш Dota TV, голосуйте за суппортов, которые хорошо отыгрывают. Вот в этой игре пока MVP EGM. Ну да, да, да. Не Мидвант, который на фармит, не Лода там, а именно EGM. Ну, что же нужно видеть. Нужно видеть вклад саппортов. Тем более, когда он не какой-то там неявный поставил вард и выиграли драку. Это вы можете не заметить. Но когда вы видите, что парень без предметов на саппорте ворует купол, выигрывает одну драку. С этим куполом они забирают еще один важный фраг, забирают второй тавер. Это же супер важно. И вот EGM, как он выйдет из этой ситуации. Но у него таймболк. А у него таймболк, он Исус. Он не сдается так. Тем временем пытается поймать у нас Мидвана. Есть таймболк у EGM. И не забываем, вот он Киликинез, и это минус Мидван. Бравый EGM, он снова отыгрывает замечательно, имеет таймболк, заманивает просто на себя противников. А Муша не знает, что там у EGM тоже есть таймболк, и он может запрыгнуть и поднять, если был бы немножечко ближе. Но EGM далеко? Да, был бы ближе, я думаю, Муша бы там не отпустили оттуда. Сказали бы, братан. Да, 133 игры, топ-1 для него, топ-3 в мире. Лода, 115 игры, топ-1, топ-3 в мире. Адмирал, 243, топ-1, топ-1 в мире. Аки, топ-3 для него, топ-1 в мире. EGM тоже топ-1 в мире. Они реально набрали просто лучших своих героев. Это лучшие герои команды Alliance, да, ну фактически. То есть здесь еще мог бы оказаться Чьян вместо Enchantress, и там Медведь вместо Фуриона. Но, собственно, небольшие изменения, прямо скажем. Лода мог еще на Джаггернауте играть, а не на Лайфстиле. Ну да, да, да. На Джаггернауте у него не столько много игр. Там интересно, кстати, какой герой Лоды самый часто пик обильный. Ой, слушай, ну за его карьеру тяжело вспомнить. Да, ну там Свэн, Джаггернаут, Лайфстилер, Каз, Гирокоптер, очевидно, тоже там в топе. Гирокоптер. Нага Сирены, я уверен, тоже много. Нага Сирена тоже должна быть в топе, да, да, да. Ну что, давайте смотреть, давайте смотреть дальше. 10-2, пока все действительно идет по плану команды Alliance. Пока у них все получается. Они ведут 7000 голды. И неужели мы в конце концов увидим серию из трех карт? Возможно. Но вообще пока все к этому идет. Альянс им здесь, чтобы отдать эту карту, тяжело будет. Лода 115 игр, топ-1 для него. А, ну это топ-1 для Лоды, да, все правильно, простите. Да, действительно, топ-1 для Лоды этот герой, да. Больше всего он сыграл именно на нем. Опа. И еще раз минус. Так, хорошо, просветочка есть ли. Отличный ультимейт от Пака. Троих поймали. Купал от Муши тоже по-троим. Дилейшн абсолютно по всем. Хоть одного он убьет, он не может убить никого. Он не может убить абсолютно никого, потому что он начал бить Аке. Братан, это серьезная ошибка. Диджея тоже добивает. Это минус 3. Ахайя и Муши бегают здесь в Инвизи. Лопнул из Фор. Это единственный враг, который сделали здесь в Садьке в этой драке. Не надо в куполе бить. Энчантрес. Не надо. Нельзя. Да не надо никого бить в куполе, если у тебя Владимир. И второго уровня таймлок. Это просто очень подозрительно. Я бы это назвал так. Кэрри Войт со вторым таймлоком на 11 уровне. Это что-то немножко не то. Ну и на восьмом месте по Нетворсу у нас движется Мидуал. Мидуал на восьмом месте. Его сейчас Энчантрес догонит и он будет на девятом месте. Да, кстати, это большая неудача от Мидуана. Ну и не хватает просто элементарно дэмэджа никого убить. Нет еще Аганима у Диджея. И вот, собственно, этого Аганима-то и не хватает. Ну и не хватает Мидуана, конечно, да, который мог бы подольше в драке пожить. Покрутить там чакрамы, полетать. Он умирает слишком быстро. Действительно, за один Сайленс его постоянно разваливают. Даже иногда, когда Сайленсом не достают, все равно его разваливают. И это, конечно, плохо. Да, муж идет на втором месте по Нетворсу, но толку? Толку мало с того, что он идет на втором месте по Нетворсу. Потому что, как ты правильно сказал, он не бьет. А вот будет дифуза. Ну с дифузами уже появится хоть какой-то урон, хоть что-то будет делать. Ой-ой-ой, Рубик, Плинк, Индлейс поднимается. Ну, на этот раз мы понимаем, что... А, и тут же пак, и тут же пак. Поймали Мидвана, Сайленс, Мидвана пытается убежать. Он Сайленс, минус Мидвана, блестящий. Очень хорошо Альянс все делает. И опять, вы посмотрите, кто начинает движуху Пепси. И опять это Enter God Mode. Вошел в God Mode, действительно. Наконец-то. Отлично отыгрывает. Четвертая позиция, на мой взгляд, в Доке сейчас самая важная позиция. И когда на четверке играет кто-то, кто делает дела, сразу команда преображается. Вот сейчас EGM делает дела, и мы видим, что творит Альянс. А в то же время у Фанатиков Диджей... Не, он играет нормально, но что он делает всю игру? Он фармит. Он фармит всю игру. Возможно, это идея команды такая, но как бы он не участвует почти ни в чем. У него фактически три ассиста. Впрочем, это и есть три килла, которые сделали Фанатик. Но это была драка 5 на 5. Он не бегает, не гангает. И ничего не могут сделать Фнатики. Огайо. Очередная смерть. Телекинез в два у Рубика. И заметьте, что у него есть отличный ворованный спелл под названием Старшторм, которым он очень больно бьет. Очень больно. Да. Лода тем временем кушает на Сеншитов. Довольно неплохо. Рошана забрали, кстати, Альянс. Пока мы только сходим этот фраг. Аегис имеется у Лоды. Блайтстоун сабля имеется. На тот тем временем у Патмы почти огоним. Патма догоняет... Патма, который отдали весь фарм, почти догоняет Рубика. Ну да. Ну тут в принципе уже Альянс очень хорошо ведут, поэтому Мидворсы делают такое. Не особо показательное. Ну вообще да. Теоретически вся команда может обгонять всю другую. Тут же не значит, что они там настолько кручат. Просто именно игра так идет в таком русле, что одна команда просто перефармливает по всем статьям. Мидван чуть ли не умирает от одного лода. Это, конечно, уже совсем неприятно. Ну да, действительно, был бы здесь пак. Понятно, куда бы он не ушел в миди. Тем временем экшен у нас интересный. Ну, там пытаются ловить АСФОР. АСФОР на хосте. Попробуй поймать. Поймай меня, если сможешь. Да, ну и выходит на нижнюю линию Альянс, кажется. Ну, мне кажется, что им вообще уже сейчас ничего бояться не надо. Что им надо просто идти и давить. Там Бойт пока не боец. Патма пока не боец. Ну, с Аганимом хоть какой-то будет боец. А Мидвана мы уже видели. Задний Сайленс расклеивается моментально. Ничего не может сделать. Вот он Аганим и Диджея. Не понимаю, зачем тайм-дилейшн в итоге Муша закачал в 4. Ну, по большому счету нормально. И в 3, да и в 2. Ну, дэмэдж что будет наносить не очень понятно. Так на Мидидрака. Муша поставил купол. Ну, его все равно продолжает бить Бульдог. Лоду, конечно, засейвил. Там, тем временем, Пак ставит ультимейт. В другой части карты. Пак получает много дэмэджа. Разорвали здесь Пака. Пошел Дезвард. Лода пытается сгрызть 343-го. Будет ли чем сбить АПАУТ? Нет, просто добили его, да и все. Ну, да, вот наконец-то первый фраг. Ну, и то, этот первый фраг, по сути, заработал за 4 саммит. Из-за того, что он прыгнул в троих. Заработал фраг? Да, на себе, да. Не надо было так далеко взлетать. Я думаю, прекрасно это понимает СФО. Ну, он не скоординировался немножко с командой. Может быть, думал, что будет поддержка. Что успеют тиммейты. Тиммейты не успели. Потому что тиммейты стояли в куполе. А те, кто не стоял в куполе, был вынужден ждать, пока купол закончится. Так или иначе, не все так плохо для альянсов. Сейчас, когда СФО появится, могут альянсы пойти забрать тавер в миде. Ведь купол будет еще в КД. Секунд 30. Даже побольше. Время есть. Надо брать. Так, ну что, у Профета есть Сайленс. Тоже довольно неплохо. По артефакту мы видим, что у Мидвана до сих пор даже нет намеков на то, что у него появится в ближайшее время Бладстоун. Это плохо. А у Аки Драгонлендс, у Лоды, мы уже говорили, Сабля, Армлет, Блайтстоун. У ЕГЭМа начинает появляться запчасти на Аганим. Там война была за то, кто заберет вард или заденает его. В итоге Аки справился. Ну и тавер в миде. Тавер в миде. Пеньки, которые вот просто прикрывают под столицу до к вышечке. Да, Чакрама, конечно, их будет немножко разрезать. Но в любом случае вышечка падает и падает довольно быстро. Это уже пятый тавер в активе Альянс. Скоро будет шестой. Скоро будет шестой, но Альянсом лучше, конечно, пойти сейчас наверх. Отпушить там, пойти вниз, отпушить там. Там Бульдог уже летит Саленсить. Бульдог уже летит Саленсить. Он внутри с Лодой. Надо Саленсить диджея. Саленсить диджея. До Лода вылезает. И это минус диджей. Легко и просто. Да. Так и снизу. Ну, драка начинает. Словит опять СФО. Но вот СФО, кажется, опять умрет сейчас. Не очень приятный момент. Мужчин зажал купол. И СФО умирает. Ну, СФО не смотрел фишки. Он не знает, как выпрыгивать из-под фарфлая. Ну, с третьим фейсшифтом это нельзя сделать. К сожалению, он четвертый. Да, к сожалению, не хватит времени, да. Ну, ладно. СФО второй раз загулял. В любом случае, не критично. Это не смертельно. Но, опять-таки, это дает лишние деньги и надежды команде ФНАТ. Что не круто. Вайда и Аша уже на подходе. То есть, будет свое, выфармливает. Фармливает неплохо. И уже на пятое место Митван поднялся. Не, ну, Муши вообще, конечно, держится очень хорошо всегда по фарму. Большой любитель он крепцов побить. Поэтому, последняя надежда ФНАТиков это Муши теперь. Если в прошлой игре, как бы, СВН в половине игры ты не участвовал. И без него неплохо было. А потом он пришел и дораздал, так скажем, уже побитым альянсом. То есть, здесь, если Муши сам всех не побьет, никто не побьет. Все остальные слишком бедные. Да, надежда на то, что перестанет умирать сейчас Митван, она тоже должна быть. Но, что если Митван дальше будет умирать, то, уж поверьте, ничего интересного с этого не произойдет. Когда у тебя Тимбер бесполезен, выигрывать драки, опять-таки, нет дэмэджа под хроносферу. А в СОЛО Муши не будет справляться. Только сейчас у него появляется Бладстоун. Это 23-я минута игры. Монтостайл у Вайда тоже на подходе. Ну, более-менее. Он хотя бы его купил. Знаешь, может быть, такая игра, что ты и не купил Бладстоун вообще. Ну да. Так, опа, СФО ловит у нас Митвана, но Митвана, Митвана, а он без ТП. Гуляет. А его не видно, а его не видно, а просветки нету. Ай-яй-яй, против фото мы играем, тот же врывается у нас Ахайя, проблема у Бульдога, Бульдог сгорел. А СФО пытается жить, СФО пытается загнать Митвана, он по-прежнему не видит и уходит. Так сейчас СФО тут тоже может умереть такими темпами. СФО, 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 СФО. Да, он умер. Да, он умер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, что-то заигрались Альянсы, как-то подумали, что раз у нас получается по всей карте убивать, то у нас и здесь получится убить, но нет. Извините. ЕГМ с блинка внутри слоты, надо прыгать туда в лес, там у нас стоит по-прежнему бедный перепуганный Тимбер, у него текудаун на ТП, найдут ли его? Найдут, да, найдут, и минус Тимбер. Такая музыка должна была быть, как из какого-то фильма ужасов, знаешь? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Из Allplast с компьютерной игры, да. Бедный-бедный Тимбер. Ну, в общем, он и так бойтанул довольно неплохо, потому что два человека сагрились на него, двоих он убил, двоих за него убили, так что я думаю, он может с собой гордиться, что он сагрил на себя двух человек. У Логи надо быть аккуратнее, на самом деле тут рядом Огайо, тут рядом 3-4-3, у Логи мало хп, сейчас Купов получат, да, он горит, он сейчас просто умирает. У Логи умрет, это просто дешевейшая смерть. Насколько же дешевая Лога тут умирает. Бульдог, Бульдог здесь, прыгает Асфор, пытается зацепить Асфор, по муши-муши уходит, отсюда улетает, отсюда подальше Огайо, ну и сагрит на себя всех Огайо, он умрет, скорее всего, но Лога умер, это намного, намного важнее, чем смерть Огайо. Смерть Логи, конечно, открыла у меня сейчас глаза, что все происходящее, так нельзя умирать, ты только что видишь Воида, который стоит рядом с тобой, он никуда не делся, ты не видишь на карте половину героев, у тебя нет ни одного сейва в команде, который может тебя подсейвить, ну, по крайней мере, никто не стоит сзади, был бы Рубик, он бы хотя бы поднял там этого Воида, но его нет у этого Рубика, и ты просто умираешь. На ровном месте вообще ничего не предвещает беды, это плохо. Это ужасно, я бы даже сказал, а не плохо, это действительно ужасно. Инициативу отдают, очень сильно отдают инициативу, и если вот посмотреть сейчас на графике, там, конечно, все видно, что происходит. Было 10 тысяч, стало 5 тысяч, по ИКСП вообще ноль, ну, практически ноль. Да, почти все проиграли уже, ну, и опять-таки, дали купить какие-то артефакты уже Фнатиком, и мы понимаем, что муши становятся еще сильнее, у диджея появляется блин, Бладстоун уже работает, на Мидване, это тоже неплохо, ну, и Бэтрайдер, Блинк, Форстат, Биндлейс, Патма дает инвиз, будет пытаться кого-то еще раз принять. ЕГМ сейчас просто должен кричать своей команде в Тимспик, господа, соберитесь, алло, я вот что, в соло должен тащить? Ну да, и GM, и Аки отыгрывают пока на ура, Аки 6.07, и GM 2.09, у них все очень круто по статистике, по действиям и вообще, но Коры подводят свою команду, и манта появляется у Войда. Ну, у Мидвана Луфстрик в 4 игры на Тимбере, 4 игры подряд он проиграл на нем, бывает и такое, ну, мы знаем, что у Лоды наоборот винстрик, ну, Фантом по Лоде уже не берут, 0.6, знаменитая Фантомка от Лоды. Смотри, встретим Муши и друзей. Ну и вот, ЕГМ, надо поднять, убить, поднять, убить, отлично. Боже, классно, классно сыграно, быстро, качественно, отличный вард, обращаю внимание, тут слева стоит на линии прям вард стоит. Да, на котором было видно Муши, и понятное дело, что сразу же атака от Альянцев пошла туда, а каких-то шансов уйти у Войда там не было. Войда держится на одном уровне с Лайс Силером, то есть 12-тысячный Творца у одного и у второго, да, отстает по-прежнему Патма, отстает по-прежнему Тимбер, но они догоняют, они уже догоняют Пака, и они будут гнать дальше, потому что Патма с Аганимом, она фармит, как не в себя, и я думаю, что С4 скоро останется за спиной у диджея, ну а дальше останется вот возможность догнать только бульдожку, и что-то у Альянцев сейчас вот не так все радужно, как было 10 минут назад. Ну, тянуть им не стоит в этой игре, как по мне, потому что, конечно, их потом порежут, их потом поубивать, их воет, и Мирана нафармит, когда она уже нафармила нормально, да и Тимбер рано или поздно все-таки им это купит, поэтому не надо, не надо, надо стараться сейчас прижимать по максимуму, так, Бэтрайдер ловит кого-то, Аки. Ну, это Минус Аки, да, Аки разорвали, бульдог заходит слишком далеко, застает ли у нас Мидуана, так, тут Лода пытается дойти по Мидуану, Мидуан улетает отсюда, 343-я, отличный Дэдвард до 343-го, который не бьет ни по кому, а там на Лоде висит, по-прежнему Маледикте, его скорее всего не добьют, С4, С4 где-то поседает, тут сильно, купол, поймали Лоду, тут же Дилейшин не заработал ни по кому, бульдог не знает, что делать, Тесвор погибает все-таки, ой-ой-ой-ой-ой. Да, и в итоге это 3 в 1. А ты знаешь, вот эти тоже сейчас будут погибать. О, да, зацепляют. Их у за, баш с первого удара, есть, ой, слушай, у него уже имеется пайк, он только прилетел, сразу его заюзал, Саен Стамуншин тут Бэтрайдер, сразу подтягивает к себе бульдога, бульдога тоже огромные проблемы, Маледикт на нем, это минус 4 в исполнении в Татик, а не перевернули эту игру. да они ее перевернули мы конечно не хороним еще альянсов эти все шансы но на данный момент фанатике все делают гораздо гораздо лучше кто-то мисс аналитиков на поставил единственный ой не помню не волочко а смайл возможно смайл он играл с этими пацанами но волочкой это это не поставил нам уши вот так вот так вот вот он фанат я все очки потратил ставим на все китайские команды я жду пирога накипать что я фанат я ставлю на лжиде я ставлю на ньюби я на всех ставлю игру эти парни они дадут жару жареного дадут вот небе в следующей игре будет посмотрим да тут ли они жареного чувствую что дадут только в обратную сторону но я поставил на них естественно естественно не уходите ребят следующая игра это повтор финала эпичного финала эпичного эпицентра Liquid Newby, очень интересно там была игра сумасшедшая на эпицентре я надеюсь, что команды повторят что-то подобное дадут нам порадоваться Roshana забирают альянсы и у них, конечно, это, наверное, получится потому что фнастикам такое ощущение, что вообще пофигу или они, в принципе, не знают или они не интересуются Roshana Дезолятор, если лоды, очень быстро падает действительно Roshana это... можно забрать и врагов, и Roshana, но фнастикам как-то не это они не знают, где альянс может быть, вот сейчас их осенило, боже, там же Roshana ну да, 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 так и есть бывает, да, такое, ой-ой-ой, а там Бэтрайдер практически с Black King Bar а вот и смог а вот и смог сразу после того, как смотри, какой план нарисовал кто-то из команды это Мидван нарисовал план пойти наверх, зайти за тир-2 вышку сверху да, да, и сам идет тупо прямо и сам идет прямо, а два парня пошли направо и два наверх шикарный смоук, ребят это реально сейчас легендарный смоук от команды Fnatic это просто вот записывайте в свои блокноты обязательно юзайте на каждом батлкапе 29-13, так, идеальный смоук идеальный смоук от команды Fnatic рассмотреть два на топе, два на низу один в своем лесу, шикарно вот смоук от Alliance они будут пытаться поймать опять-таки Мидвана у них получше получится, мне кажется Мидван 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 Браво Браво Сфой отличный Dreamcoil который просто стопит Мидвана по дороге говорит стояночка и не дает уехать на антидеррчение у альянсов все вот их вот такие вот вылазки в смоуке через инфестбомбу заканчиваются успехом фнатики что делали неясно куда пошли в смоуке подпушивают верхнюю вышку например а там кстати СФО уже летит СФО агрессивен СФО может пытаться диджея кстати говоря я сейчас понял одну вещь вот сейчас СФО умрет и я озвучу что я понял а все он не умрет да бульдог здесь улетел отсюда диджей Ахайо Ахайо пытается тоже уйти там кстати СФО очень битый надо бы ему быть осторожнее потому что если кто-то там где-то запрыгнет будут проблемы ЕГМ здесь поднимает Ахайо СФО вместе с ЕГМом все-таки добили диджей дает какую-то проверочную стрелу и надо отсюда уходить но диджею надо валить да он что-то тут заигрывается СФО купил арчит я сейчас это понял а зачем он купил арчит больше сайленсов сейчас ему арчит может быть он блатторн хочет купить может быть хочет блатторн это единственное объяснение потому что ну арчит это так себе тысяча хп вот этот вот пак тысяча почему ему покупают как правило хекс или аганим иногда аганим много да потому что это статы у тебя же растут все статистики вейл почему покупают там броня растет то есть опять же статы а этот арчит ничего не дает он дает только дэмэдж только дэмэдж и все так ну что лода бьет т3 полетели чакрамы ну и касочки с первого раза конечно же не зайдут то есть и теперь опасно теперь очень опасно дэзвард минус сфор лода вылезает его бьет тоже дэзвард лоду надо как-то заставить там тем не менее купол на двоих блестящий врывается у нас мидвана аки разрезает лода пытается отрезать мидвана егэм егэм подделаешь нам он не сможет отсюда уйти его надо просто добить остальных отпустить да егэма добили не остальных не отпускает что ли а ладно битрайдер сбивает бульдогу бульдожка второй раз тебе не дадут победить ну что ж так нагло ну хеврик ну пройдись ты еще блин за угол ну куда ходить надо pokemon go игра такая там не ну он понял да вообще движение это жизнь но он понял что наверное не сможет уйти от битрайдера с блинковым форстафом что рано или поздно тут его нагонят но можно было попробовать зайти хотя бы за какую-нибудь ёлку или что-нибудь подобное исполнить в лесок курать завернуть потому что просто конечно по линии тупаться это такое себе но в итоге сфо немножко руинит этот момент игровой как там можно было поймать стрелу вообще у него 7 смертей я хочу отметить да кстати это очень много для пака но да тут такая стрела дешевейшая просто летит на тебя нельзя нельзя ловить такие стрелы на интернешнале в битве за топ-8 турнира так ну что и проблемы продолжаются у альянс если посмотреть сейчас графики нетворсов то фнатики уже почти догнали 2500 голды осталось по экспириенсу они уже впереди ну и ахая лода на него форстаф от ахая здесь муши встречает лоду лода залезает уже припа говорить не хочу и вылезает говорит хочу диджей непонятно определись лода определись ультимейт потратил и спор это очень важный ультимейт лода 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 баши лода надо осторожным быть муши отпрыгнет отсюда точно лода уже биты есть инвиз есть ли просветки у команды альянс лода боже что ты делаешь он быстро разменял свой эгис ни на что пытается улететь отсюда мидван сбивает ему тп точнее он там себе сбивает лода здесь же лода пытается играть в хайо хайо в бкб уходит мидван уходит тоже подальше от лоды раскатили лоду очень далеко забрали айгис летит гарри поттер на метле здесь в виде егэма но надо догонять квиддич играет квиддич играет гарри поттер забрали только одного вич доктора 343 нашли еще не забрали но сейчас заберу да и но лучше фнатикам уйти ничего уже нету хотя купол есть в принципе можно подловить кого-то но вич доктора нет и надо зачем да но сейчас вот по этой драке стало понятно что альянсов нету дэмэджа нету они не могут пробить ни бедрайдера ни войда ни тимбера они все бегут живут и все такое они даже и дрались с ними а что будет если фанатики minusc especial драться т.е. если придется не просто пробивать их но еще и получать дамейджи от них в этот момент становится плохо все лоту сорб появляется отличное решение против бака просто шикарное решение против бака против да не только против бака в общем эту стрелку хорошую аркипак мне всё больше и больше нравится Но это еще менее интересно Более интересно то, что появилось у Патмы У Патмы появился чудесный артефакт Под названием Изериал Блэйд И каждый человек, который поймает стрелу Будет теперь отправлен Сразу же на клинбище, как любят говорить В зрительский зал он будет отправлен И вообще Альянса находится уже В одном шаге от того, чтобы Все команды отправиться в зрительский зал В прекрасную Ки-арену Присоединиться к Сикретам, к Нави Движуха европейская такая Намечается у нас тут на трибунах К нам, к нашим комментаторам Присоединиться К аналитикам, да кому угодно Но только не к тем парням, которые хотят выиграть 8 миллионов долларов И чемпионство 6 интернешнл И Альянсам стоит, конечно, браться за голову Прямо сейчас, хотя, как бы не было Уже поздно, как бы не было Сейчас очень-очень тяжелая ситуация Потому что Войт сейчас способен убить любого героя на карте А у Альянсов нет ни одного сейва А это говорит о том, что Нужно играть очень аккуратно Нужно играть очень выверно Поймали и убили ЕГМ Это не очень выверно игра и не очень аккуратно Да, хотя ЕГМ у него есть И он будет пытаться таймвокер Слушай, вот что я хочу сказать Он просто Батя Но, по-моему, здесь меньше героев команды Альянс Мама дорогая Горит Лода, там Пак поставил ультимейт Бульдога уже убили Надо как-то засейпить Ахай Ахай все-таки лопается Лода, Лода едва живой Уходит отсюда Муши за ним до конца в БКБ Муши побеждает Лоду Муши побеждает Лоду Ничего здесь не сделает Джонатан Да, он отправится в Тайену Но три героя команды в Тачек Мертвы не забываем Поэтому драка, в принципе, довольно неплохая Но три в два, да Не так плохо Я не понял, как умерла Патма так быстро Я вот как-то я не знаю Я бы даже повтор этой драки посмотрел Если бы она была у нас Если бы была такая возможность Кто-то ее съел Да, потому что Патма умерла Как-то слишком подозрительно быстро Учитывая, что у нее есть как бы Астрал Я не понимаю, как так вышло, что Патма умерла Ну да, драка разделилась на две части И кто-то запинал Патму Скорее всего, это был Аки на самом деле Закидал ее копьями Потому что, ну, наверное, так и было В любом случае И GM батя, еще раз Я повторю, это у него Аганим У него гем По-моему, он его украл Да, это ворованный гем Вот как раз он его выбил из-под мы, видимо Или из кого-то там И... Ну, пока EGM играет, да EGM играет лучше всех Сочно играет Сочный EGM Да Действительно неплох 17-27 счет Ну, по деньгам ситуация ровненькая Каждая драка у ее Аки Есть хелпа Да, есть хелпа И сейчас будет минус Аки Обезапно Нижданчик, бедный Аки Ставишь такой сенсорю А там пила Ну и что, байтит на себя сейчас Мидлан Далеко находится отсюда На СФО Хотя, может, это и к лучшему Что далеко находится СФО, СФО Со своим арт-читом Насколько же это все-таки Плохой выбор был Как по мне Лучше бы купил Дагон Вот ей-богу Ну да Дагон лучше был бы Ну аганим Да что угодно Миллион артефактов Можно найти лучше Ну Вейл вообще-то Самый идеальный решенник Как по мне Там достаточно много Магического прокаста У Альянсов Притом Они и сам Пак делает Магический прокаст И Рубик И Фурион И даже Лайфстиллер Когда вылазит Тоже наносит урон Ну то есть Вейл всегда неплох Так, Бэтрайдер Прыгнул И СФО А кто же еще Поехал СФО Прячется Не помог ему у арт-чит Кстати, в полной СФО появится Здесь же Он выпрыгнул Он выпрыгнул Нет, не выпрыгнул Он умер За куполом Лода, Лода, Лода Залез в Крипа Надо убить Крипа Крипа добивает Лоде Еще один удар Минус Лода Минус два Байбака нету Это хайграунд Это хайграунд Но я все равно буду говорить Что он выпрыгнул Он выпрыгнул Из купола Он выпрыгнул Из купола Из бэтрайдеровского Этого Фэйрифайра Из всего подряд Хочет знать Очень круто Сыграл Но не помогло Все равно это ему Не подставляться Бульдогу Ни в коем случае Там, кстати, Аки С Аганимом Поэтому может он Наваливать довольно неплохо Диджей Раскастовался Но Бульдог отгоняет Бульдог отгоняет ЕГМ тоже отгоняет И есть ворованный У ЕГМа Старшторм Я так понимаю С Аганимом Старшторм Да ой, Аки Ай-яй-яй Поймал Леща Это минус Аки Байбека тоже не имеет 50 секунд без Аки Ай-яй-яй Как сейчас неприятно Как сейчас тяжело Шведом Я смотрю Отсюда на экран Бульдога Бульдог просто-напросто смотрит То, как падают Их бараки Сам не подходит Он боится Он понимает Он умрет Если он умрет Еще и то То это точно ГГ Это точно Финиталия комедия Погибает Бульдог Есть с него Байбек Он может, конечно, выкупится Но нет никакого толка Потому что стороны Они потеряли Как минимум Но и да Будет сейчас падать Еще и мидлейн Чемпионы 2013 года Могут сейчас Пересоединиться К чемпионам года 2011 И покинуть этот турнир Занять 9-е и 12-е место Да, в прошлом году Альянс здесь вообще не было Поэтому В принципе Можно назвать Это улучшением результатов Но вы сами понимаете Что для этих парней 9-е и 12-е место И каких-то там 200-100 тысяч долларов Этого Это совершенно не деньги Это не то Прыгает Испорт Прыгает Лода Последние шансы Муши Муши фуловый баш по Лоди Тут же на развороте Второй баш по Лоди Лоду просто напоследний Выпускает из баша Еще один Третий баш по Лоди Но это уже не честно Как минимум Четвертый баш по Лоди И купол На голову Джонатун Убергу Минус Лода ЕГМ ЕГМ тоже в куполе Не выживет ЕГМ Все-таки убегает он Лода Не Лода А Муши Извините за ним до конца Тут же у нас Мидван Диджей расстреливает Под фонтаном Команду Альянс Альянс И впятером В таверне А это значит Что сейчас появятся Две заветных буквы И Гуд Геймбл Плейт И Фнати Ки Присоединяется К ТНС И МВП И становится Третьим Представителем Юго-Восточной Азии В топ-8 Интернешнл На турнире остается Только одна Команда Из Европы Это Тим Ликвид Которые будут играть Против сильнейших Ньюби Уже буквально Через 15 минут Вау Да Очень печально За Альянс Конечно Хотелось бы Увидеть третью карту И вообще Все у них было хорошо В этой игре Но ГГ написано Прямо сейчас Да Неожиданно Печально Неожиданная развязка Этой игры Вот что неожиданно Но ты знаешь Вот по игре Ты не скажешь Что тут была какая-то Сенсация Шок и так далее Абсолютно Закономерная победа Фнатик Огромное количество Каких-то непонятных ошибок Но им видим Не помогло Лоди То что он Побрился вчера А может быть Это наоборот Была ошибка Может и помешала Ну и вот он Муши Который говорит Все нормально Ребят Мы еще в игре Завтра мы увидим Фнатика В матче против Ньюби Либо против Ликвид Фнатики будут биться За выход в топ-8 Очередной раз Фнатики доказывают Что надо было их звать Напрямую на этот турнир Фнатики на самом деле Это конечно команда Просто удивительнейшая Потому что Как бы там у них Не было что-то по ходу сезона Как бы они там не играли Какие бы проблемы Не были у Муши Как бы там Кто что где Не происходило Вообще вокруг них Фнатик всегда Стабильно Но доходит До своих топ-8 Топ-6 Вот этих турниров И это шикарные результаты Это действительно Шикарные результаты Фнатик Могут еще Показать лучшие результаты Этот интернешнл Удивляет все больше и больше И блин Вот сейчас я не знаю Людей у которых Предикшены до сих пор Работают на 100% Их точно в мире нет А если вы есть Молодые